Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Поговорим о серьёзном по-чесноку. Друзья, вы слушаете «Чесночное шоу» на ЗАО «ФМ». И сегодня мы по-чесноку говорим с Ниной Воронюк. Она у нас учительница в Заокско-христианской школе. И снова здравствуй, Нина! Привет, Нина! Да, мы сегодня говорим о самовыражении, о зависимости нас от мнения окружающих. И мы пришли к выводу, что вообще зависимость – это нехорошее дело. Надо избавляться от них. И вот такая дилемма. Если у человека нет собственного мнения, он зависим от мнения окружающих. Он чувствует себя некомфортно, он ищет себя в этом мире. Что же делать, что же делать? Он находит ещё одного человека с такими же абсолютными проблемами, и они объединяются. И вот уже их двое, уже трое, в общем, кучкуется, кучкуется. И так образуется группа людей, например, субкультуры. Разные субкультуры мы знаем. Что такое субкультура? Давайте разберёмся. Нина, расскажи нам об этом. Давайте. Твоё мнение. Ну, субкультура – это какое-то движение, какая-то группа людей, которых объединяет, как вы уже сказали, Данил, какие-то общие идеи, взгляды на жизнь или их отсутствие. И вот они самовыражаются действительно, как бы, ну, это видно как бы внешне, во-первых, по их стилю жизни, по их одежде, по их, не знаю, разговору. Ну и, конечно же, наверное, внутренне, если они объединились, то их объединяет что-то большее, чем просто внешность. Да, и вот так они пытаются как-то что-то сделать. Они вообще счастливы вместе? Ну, я думаю, да. Если бы они не были счастливы, или хотя бы просто, если бы они, если бы это их не удовлетворяло в какой-то степени, то они бы не присоединялись к таким же нормальным людям. Ладно. Вот, ну да. А какие субкультуры ты знаешь? Ну, может, слышала каких-то, может быть, сама в каких-то состояла. А вдруг есть тёмное прошлое? Не будем открывать тёмное прошлое. Ну, я не знаю, там Эмма, всякие эти, Готы, да. А вот ты слышала про эти субкультуры, которые мы сегодня называли в прямом эфире? Это Сюрвивалисты, Ролевики, Фурия, нет? Ещё Гиперготы какие-то. Боссы Цзоку. Ну вот те, которые там что-то пытаются спастись от будущих зомби, слышала. Здорово. Ну, просто это, мне кажется, очень неактуально. В последнее время все фильмы пошли на эти темы. Ну, вот это всякие там армагеддоны. Ну, ты никогда в жизни себя никаким субкультурам не причисляла? Ну, так, по чесноку. Да нет, нет. Друзья мои, а вот вы, вы, наши дорогие радиослушатели, если когда-то были частью какой-то субкультуры, пожалуйста, напишите нам, расскажите свой опыт, нам будет очень интересно. Вот, потому что вообще-то смотреть лучше всего на эту кухню изнутри. Но мы тоже ничего, это все обсудим, между прочим. Я не был ни Эмом, ни Гота, но все-таки иногда каким-то группам по интересам я принадлежал. Можно ли просто группу по интересам назвать субкультурой? Ну, может быть, какая-нибудь мини-субкультура. Это хобби, наверное. Просто находишь человека, который такой же хобби, как и у тебя. Хорошо, а почему? Почему люди объединяются в такие группы? Я думаю, им просто нечего... Для некоторых, хорошо, может быть так, у некоторых что-то произошло в жизни, и они поняли, что им надо что-то срочно менять, иначе они просто сойдут с ума, например. Для некоторых, стоять в такой группе, это и есть их жизнь. Они создают такие группы, они там главные, они там всем рулят. Ну и для того, чтобы как-то самовыразиться. Наверное, для них состояние в таких группах является чем-то жизненно важным. Вот каждый день они там что-то делают, встречаются, общаются, и для них это и есть жизнь в какой-то степени. Так может быть, нет ничего плохого в том, что они состоят в таких субкультурах? Ну, да, это неплохо. Просто может быть не очень хорошо, что эти субкультуры именно такие, какие они есть. А, что, что, что? Какие конкретные примеры? Ну, может быть, там вот эти черные длинные волосы у парней, или там вот эти всякие острые штуковины на шеях и везде там. Ты считаешь, что это плохо? Ну, это как бы... Да, ну это неплохо, но это как-то слишком... Странно. Ну, да, не знаю. Как может это повлиять на них. А вот ты лично встречалась с такими людьми? Ну, увидела всех часто. Да, кстати, один раз, ну, как бы я даже была знакома с девочкой, которая носила такую штуку на шее с шипами. Ты общалась с ними? Да, общалась. Ну, она как бы такая, ну, она нормальная абсолютно, адекватная, общительная, такая веселая, жизнерадостная. Но я думаю, что у таких людей они внешне такие, но внутренне у них очень глубокий мир, и они очень редко открываются кому-то полностью, и, может быть, поэтому они скрывают свои внутренние какие-то проблемы, какие-то переживания за вот этими внешними атрибутами. То есть, получается, вот эта внешность, внешняя составляющая субкультуры зачастую является ширмой, за которой скрывается глубокий внутренний мир. А как ты считаешь, как нужно относиться к таким людям? Ну, вот встретился тебе, к примеру, год или эмо. Они, да, выглядят вызывающе. Они очень... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А у нас в христианской школе ты за всю свою практику, либо в других школах, в которых ты работала, встречала людей, которые явно выделялись из толпы тем, что они принадлежали к какой-то субкультуре? Ну, так как у нас христианская школа, то в нашей школе таких людей нет, потому что есть... А вот это спорный вопрос, и ты закончишь свой ответ, и мы перейдем к этим вопросам. Ну да, просто как бы у нас есть правила, правила одежды, правила поведения, правила даже вот прически, все такое, как бы, ну, ученикам не разрешается, например, как-то выглядеть вызывающе. Да, просто потому что христианская школа. Ну, и это правильно. Вот, и, ну вот, в нашей школе нет, но и за практику я тоже нет, не встречалась. А почему бы и нет? Почему бы не прийти с шипами на шее? Ну, это мое мнение, мне нравится носить. Что здесь такого? Ну, это не конкретно твое мнение, это как бы твое мнение. То есть представим примеры. Если бы это было мое мнение, я просто представила Свету с шипами на шее. Да. Ну, просто, ну, почему мы должны запрещать людям делать такие вещи? Ну, нравится им, пускай делают. Ну, потому что, если не запретить им сделать это, особенно в таком очень деликатном и важном периоде, как школа, то потом они захотят сделать что-то другое, основываясь на том же, на той же позиции, что, а что здесь такого? И мы не разрешали, и вот я опять хочу, а что здесь такого, я вот это сделаю. И дальше пойдут все более, более и более... Жесткие. Да, желания, которые будут совсем уж ни в какие рамки не входить. Вообще детская психология, она по-своему, по-своему коварна, если можно так выразиться. Они всегда прощупывают границы, вот докуда ты можешь пройти. Если ты им здесь сказал ничего страшного, наноси, они пойдут дальше, Света. А что дальше? Да. Сегодня шипы, а завтра... Малыш. Хорошо, друзья. Глубоко и скрипно. Я вот такую фразочку бросил, что вот не факт, что в нашей школе нет субкультур, просто потому что следующий вопрос. Вот не считаешь ли ты церковь, может быть, своеобразной, особенной, но субкультурой? У-у. Это понятие очень сужает, потому что церковь, на самом деле, это, ну, это что ли тогда вечная субкультура, потому что церковь была от начала, и вот она есть сейчас, и она будет всегда. И церковь – это тоже понятие, которое сужает глобальные масштабы всего происходящего в мире. И просто если говорить о церкви как об отдельной группе людей, которых связывает вера в Бога, они ходят на служение, все такое, то да. Но если говорить о церкви по-настоящему, потому что это просто вот божьи дети, которые на какое-то время здесь на земле находятся, то нет, потому что субкультура – это что-то такое временное, ограниченное, и, ну... Не то, в общем, вообще нет. Это земное, да. А есть ли субкультуры в церкви? Вот. Вот это, я думаю, уже как бы можно так сказать, потому что в церкви есть и группы, или какие-то движения, вот там, обстрим или в эпицентре, которые вот объединяют людей, они живут какими-то общими идеями, постоянно встречаются, возможно, даже у них есть какие-то общие направленности во внешнем виде. Вот. И да, я думаю, есть. Плохо это или хорошо? Ну, думаю, нет, это неплохо, потому что, как бы, с помощью этих субкультур они могут, опять-таки, самовыражаться, находить себя, как-то реализовывать свой потенциал и, дарованные Богом таланты, тоже реализовывать жизнь. Друзья, вот остался еще один такой очень интересный блок нашего эфира, нашей беседы, как же реализовать себя. Почему эти люди реализуют себя вот именно... Субкультура. ...мнением субкультуры и толпы? Ну, возможно, сначала просто потому, что у них нет собственного мнения, и им кажется, что мнение субкультуры это их мнение, возможно. Или они просто не умеют по-другому, или они хотят просто научиться, или им просто нравится. Ну, и вот с помощью какой-то субкультуры они пытаются что-то сделать. Но я думаю, что как бы... И даже это может быть неплохо для каких-то отдельно взятых людей, которые, придя в какую-то... войдя в какую-то субкультуру, поняли, что они представляют сами по себе их индивидуальность, не то, что толпа, как бы. И, конечно, легче выражаться толпой, потому что, если что, будут на всю толпу, а не только на тебя. Тебе достанется совсем чуть-чуть. Да, или достанется вообще. Но, как бы, если человек адекватный, разумный, если он действительно ищет то, что хочет найти, он найдет себя в этой субкультуре, выйдет из нее и будет реализовываться индивидуально. И вот он, вот он главный вопрос эфира. Как же реализовать себя индивидуально? Но не спеши отвечать, друг мой, гость. Перейдем в музыкальная пауза, после которой мы вернемся к вам, дорогие радиослушатели. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Молюсь я, чтоб с тобою был Бог. Пусть Господь благословит тебя И дома, и в пути. Пусть тебя хранит, Пусть тебя Господь хранит. Я буду молиться за тебя, мой друг, Чтоб сердце не застыло. Ты все согрей теплом души своей, Я буду молиться о тебе. А если станет очень тяжело, Разочаруешься ты в жизни, Моя молитва легким ветерком Тебе поможет и тебя поднимет. Пусть Господь благословит тебя И дома, и в пути. Пусть тебя хранит, Пусть тебя Господь хранит. Пусть Господь благословит тебя И дома, и в пути. Пусть тебя хранит, Пусть тебя Господь хранит. Друзья, самовыражение. Кто-то самовыражается, изменяя весь мир, А кто-то просто красиво подстриг свою клумбу, Посадил цветы, И через это открыл свою душу людям, Люди смотрят, радуются. Самым разным мы можем самовыражаться, Главное делать это, и делать это на 100%. Вот к таким выводам мы вышли, Благодаря нашему сегодняшнему гостю. Спасибо тебе, Нина. Огромное спасибо. Пусть ты самовыражаешься на 100%, И пусть ты будешь счастлива. Спасибо большое. Пока-пока. Все доброе. А мы прощаемся с вами, друзья, до понедельника. Впереди еще одна рубрика «Нефакт». Всего доброго. А с вами были ваши ведущие, Дамил. И Света. Всем пока. До свидания. Наша передача на этом заканчивается. Ждем ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, Абонянский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете www.golosnadежды.ru До свидания. Господь досохранит вас всех от зла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok